Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прекрасная погода, видимо, пахнет весной, но и на самом деле скоро грядет большая очереда праздников. Значит, сегодня я планирую приготовить вот какое блюдо. Очень простое, очень вкусное, легко готовится. Наша традиционная русская, но в какой-то мере, наверное, я правильно сказал, славянская, потому что это блюдо относится и к украинской кухне, и к белорусской. Но в большей степени это блюдо встречается и, ну, скажем так, корни оттуда, из казацкой кухни. Казаки, они, соответственно, располагающиеся, все вот эти станичники по южным регионам России, границы с Украиной, значит, если мы говорим конкретно Белгородская область и Краснодарский край, и Ростовская область, вот там блюдо под названием кулеш, ну, то есть, вот у него есть такое традиционное название, распространено именно там. Значит, с ярким его воплощением мы вместе с моим дорогим обожаемым другом Максимом Сырниковым, значит, были в Белгороде 5 лет назад, чуть больше, наверное, 5 лет назад на фестивале Белгородская каша. Были в жюри, ходили, пробовали, ходили это, тогда мы, я еще лично выпивал алкоголь, я помню тогда, ух, все нам прибыли. Кулеш ставят, давайте рюмаху самогона нашего, да вы что, не выпейте, что ли, и мы, значит, вот пока ты 25 участников дойдешь, пока все попробуешь, во-первых, кривой, беременный, потому что уже есть не можешь ничего, а нужно же оценки ставить и так далее. Вот это, конечно, крутые фестивали были, и казаки представляли как раз очень много вот разновидностей кулеша. Значит, основные характеристики этого прекрасного блюда, которое, в общем-то, наверное, я бы его назвал не только зимним, да, но и крупяные блюда всегда были в ходу в русской кухне, любим мы такое все мощное. Но давайте начнем его готовить, а дальше уже я вам все поподробнее объясню, расскажу. Значит, начнем с лука. Лука не жалеем, потому что, ну, не заведено жалеть лук, когда вы готовите блюдо русской кухни. Значит, вот такими небольшими кубиками я его режу, небольшими, чтобы он хорошенечко прожарился и хорошенько потом проварился. Пшенку, а это обязательная составляющая блюда кулеш, я отварил с водой, ну, скажем так, до полуготовности. На воде просто залил, где-то на 3 сантиметра выше уровня, значит, пшенки. На медленный огонь поставил, минут где-то 15. Оно покипело, выключил, пшенка оставшуюся воду все впитала. Но, не устаю повторять, ну, и ролики, конечно же, не всегда смотрят одни и те же люди. Пшенку надобно 100 тысяч раз промыть в кипящей воде. Ну, не в кипящей, я всегда ставлю на самый край горячую воду. Держу палец, пока у меня хватает терпения. Вот она когда стечет и пойдет уже из крана такая вода по температуре, что палец не терпит. Так вот, в этой воде нужно прям промывать сито, чашку наливаете, сито, сито в чашку наливаете. Кто-то промывает из чайника. Из чайника, конечно, заморочка. Столько кипятить воду, потом ее туда сливать, потом опять кипятить, потом сливать. Поэтому я под очень горячей. Вот прям не жалейте времени. То есть, ну, 10 раз под самой горячей водой из-под крана нужно точно промыть. То есть, чем больше вы горячей воды туда отправите и хорошенечко промоете, тем она будет совсем не горькая, а наоборот будет такого сливочного, сладковатого привкуса. Значит, лук готов. Сало. Сало это обязательный элемент кулеша. Вот прям must have. Я, у меня в холодильнике завалялось сальцо из Воронежа с мясными такими прослойками. Но ничего страшного. И, ну, будет меньше жира, будет больше мясных таких шкварок. То есть, шкварки должны быть обязательно. В Воронеже, кстати, совершенно шикарный рынок. Вообще. Я так был удивлен и в хорошем смысле этого слова поражен, что прям вау-вау. Значит, сальцо помельче для того, чтобы потом в конце оно у нас не попадалось крупными кусками. Ну, и если вы все-таки используете сало, где больше жира, чем мясо, у меня вот этот кусочек пожирнее, то, чтобы у вас не попадались куски вот этих вот шкварок. Не все их любят, честно признаюсь, далеко не все их любят. Поэтому, чем мельче порубите, тем вкуснее у вас все будет получаться. Нужно сразу же зажечь кастрюльку, потому что я все буду делать в кастрюльке. Значит, пшенка у меня вот тут вот. Видите, я ее просто-напросто подварил. Она жестковатая даже на пальцах. Ну, то есть, мне нужна была предварительная обработка. Все сальцо собираем и туда. Опа! Жарим. Еще раз, если жира маловато, можно каплю масла туда растительного, без запаха, без всякого. Просто обычного растительного масла. Пока сало вытапливается, зубчик чеснока брошу. Только смотрите, если зубчик чеснока стал румяный, значит, его надо доставать. Если он не румяный, тогда можете лук туда отправлять, ничего страшного. О, воронежское сало. Пристает ко дну. Лук отправляю в кастрюльку и продолжаю обжаривать, перемешивать. Ну, и капельку добавлю еще немножко масла, потому что... Видите, сало такое вот у меня. Я покупал не хребтовое, а покупал с мясом, чтобы оно уже было кусочками нарезано, спрессовано черным перцем, чесноком, вкусное, очень ароматное. Ну, видите, это все-таки больше как закусовано, а не как для обжарки. Так, теперь морковочка у меня, видите, здесь, на терке ее. Небольшая морковка, граммов 100 где-то, чуть меньше, может. Я сильно много делать не буду, я буду, знаете, так, чтобы, ну, где-то на 4 порции примерно хватило. Морковка, по моему мнению, вот в таких вот, в каких-то заварных супах, или даже супом-то это не назвать, это, наверное, похлебка в большей степени, она должна разойтись. Конечно, на терочке удобнее, быстрее. Можно, если меня шеф-повара смотрят, конечно, придется заморочиться с нарезкой кубиком, с красивой. Но в целом, в домашнем варианте, конечно, проще вот так. Морковочку следом за картошечкой. Вот она. Обязательно лаврушечку. Геленджикскую. Туда. Что касается мяса, мясо может быть любое совершенно. Свинина и говядина. Баранину я не встречал ни разу, но думаю, что, ну, а почему нет? Тут же ведь сам процесс такой, мы же и борщ, и щи варим из разного мяса. Если это кому-то там, кому-то не мешает, никому не мешает, вернее. Значит, можно приготовить из любого. У меня наши красноярские ништяки приехали. Значит, во-первых, вот такой вот совершенно уникальный, удивительный, нетривиальный мужской подарок к любому мужскому празднику. Это тубус, в котором есть различные наборы. То есть вы можете зайти и, в зависимости от предпочтений того, кому вы собираетесь это подарить, вы можете выбрать набор разный. Это мои земляки, Гольдман Групп, выпускают мясную консервацию, паштеты, супы в банках, дичь по ресторанным рецептам. Ну и, соответственно, я уже не говорю про то, что там никаких ешек нету, никаких усилителей вкуса. Все только максимально натуральное. Я лично знаком с ребятами и, соответственно, это мои земляки. Еще раз повторюсь, сибиряки. И поэтому лучшая дичь, она вся вот здесь. Ну, я говорю, здесь не только дичь. В частности, вот такой тубус, который, кстати, вот, смотрите, появился официальный поставщик управления делами президента Российской Федерации. То есть это не просто качество. То есть там следят за всем этим. Ну и на экспорт тоже, видите, на английском все на экспорт отправляется. Соответственно, открываем. Доставаем. Что у нас здесь? Так, мясо бобра с грибами. Огонь. Видите, Красноярский край, Емельяновский район. В Емельяновском районе я когда-то давно, по детству, был прописан. Я, не мудрство лукаво, буду делать кулеш с мясом бобра. Ну, слушайте, когда мне еще удастся, мне, кстати, вот, сколько раз, значит, присылали посылки и тубусы, ни разу не попадалось мясо бобра. И, а что еще интересно у нас здесь есть? Лосятина с кинзой и луком. Косуля с кедром, орехом и грибами. Оленина с можжевельником и брусникой. Ну, я вам скажу, любой мужчина, в любой мужской праздник, будь то 23 февраля или День пограничника, День десантника, да, у нас столько мужских праздников. Ссылочка внизу в описании под роликом. Доставить очень просто. Озон возит, заказывайте, смотрите, выбирайте. Ну, и, конечно же, я вам про подарок, подарок намекаю, про подарок. Значит, что у нас происходит дальше? Так как тут вся наша зажарочка уже почти готова, добавляем сюда мясо бобра. Теперь мы добавляем сюда жидкость и кусковое мясо, и жирок, который там есть, тоже обязательно туда добавляем. Кулеш всегда сытный должен быть. Сытный-присытный. Чтобы ничего не пропадало, обязательно баночку теплой водой ополосните. Все равно потом придется воду добавлять, вот, ну, в сам кулеш. Ага. Только ополосните, чтобы ничего не пропадало. Ёшкин, как я лосятину-то с кинзой луком добавил? Ё-моё, я же хотел бобра. Ах ты! Вот я невнимательно, а как я? Так. Блин, мясо бобра, вот оно осталось. Ёшкин кот. Кулеш с лосем, короче, будет. Вот я балда. Ладно, мясо бобра все сохраню. В следующий раз что-нибудь с него приготовлю. Так, теперь сюда добавляем пшенку. Так, чтобы у нас она создавала основной фон. А не так, что его много тушенки и капелька пшенки. Вот даже стихами заговорил. Нет, это должна быть прям каша. По своей сути это должна быть каша. Поэтому у меня что было, все сюда добавляю. Выливаю жидкость из банки. И нужно добавить немножко кипятка. Ну, для ускорения процесса я просто... Можно и, конечно, холодной водой-то налить. Водицу льем. Ну, гляньте, сколько нужно нам водицы. Я наливаю так, чтобы водица только-только покрыла крупу. Теперь на медленном огне варим, добавляя небольшое количество воды. По консистенции, сейчас будете глядеть, я вам покажу. Видите, пока что у нас консистенция рассыпчатой крупы, где вода от нее отделяется. Даже я бы немножко еще добавил. То есть, вот, надо поймать такую консистенцию, чтобы это был не суп, а чтобы была жидкая каша-размазня. Варим минут 5-7. Потом смотрим, что получается. Пшенка здесь главное действующее лицо. Во всяком случае, в современности. Исторические факты говорят о том, что и издробленную пшеницу готовили, и скатанки готовили. Видите? Крахмал здесь разварился. И пузырьки вот эти вот, они такие как бы натянутые. Кашка становится крахмальной и уже подходит к своему логическому завершению. То есть, к готовности. Соль, перец сами выравнивайте. Теперь белую часть лука и немножко зеленый захватываем. Вот так. Для освежения, так сказать, травянистого вкуса. Зеленуху можете любую добавить, любимую свою. Я, вот кроме зеленого лука, ничего стараюсь колешнее добавлять. Он должен быть очень брутальным. Учитывая, что у нас есть такие брутальные вкусы из банки. И сама пшенка, когда разваривается, она создает... Почему некоторые любят в уху добавлять именно пшенку, а не перловку? И не рис никакой, а именно пшенку. Потому что она дает такой невероятный привкус, которого от другой крупы не дождешься вовсе. Вот, все это вместе у меня минут 10 варилось. Обязательно со дна поднимайте. Крупа любая, имеет свойство опускаться и пригорать немножко. Поэтому на дне там что-то прилипло. Поэтому аккуратненько. Видите, какая консистенция? Консистенция густого жидкого супа. Вот когда выключили, теперь на зубчик чеснока. Аккуратно. Добавляем. Тщательно перемешиваем. Все, теперь осталось только попробовать. Ну, раз у меня тут целая бодейка вкуснотища, чтобы не ломать композицию в тарелке, я можно прям отсюда буду пробовать. С большого котла всегда вкуснее, говорят. Главный лайфхак. Масло не жалейте. Все. Масло. Чуточку соли. Горячо. Что-то где-то сыпется вокруг. Все разрушилось. А я нахожусь здесь и сейчас рядом с прекрасным блюдом кулеш, которое вообще невероятно вкусное. Но похлебка загустеет потом, через какое-то время. Водички горяченькой наливайте, развели, поели. Вот такой тазик. Весь день свободен. Все, не надо потом больше париться или еще что-то. Я с вами прощаюсь со всеми вас праздниками. С наступающими и с прошедшими.